Хе-хей, всем привет, чуваки, с вами снова Бэмби, в этот раз мы в стимуляторных боях War Thunder'а на японском самолёте A6M3, также у нас известен как Zero, решил полетать мне, просил один из подписчиков, сейчас вот дошли руки, полетать вечерок немного, давайте сейчас цели поищем. Вообще, давайте пару слов расскажу про Zero, что стоит знать, то что у него плюсом является то, что это один из самых манёвренных самолётов у нас в игре, на минус в том, что опять же один из самых медленных на своём боевом рейтинге, вот у нас такой крафт с таким геймплеем получается, то что мы по идее всех перекручиваем на нём, но если враг начинает удирать от нас, то хрен мы его догоним на самом деле. И мне, если честно, этот самолёт не очень нравится в стимуляторных, мне больше нравятся такие сбалансированные самолёты, ну как Фридрих немецкий 4-й, например, или Ки-84 Ко Хаяты, у японцев у тех же, у которых манёвренность и скорость сбалансированы, то есть ты, блин, можешь догонять противников, а они, блин, гонятся за ними с криками «Подождите меня, чуваки!» На Зер я, конечно, нарезку из фрагов оставлю какую-нибудь типичную, но по факту 9 из 10 боевых столкновений заканчиваются тем, что враг элементарно от тебя улетает по прямой, блин. Что-то не очень круто на самом деле. Ну вот, в принципе, сейчас я врагу на 6 сел, но один фиг, он за счёт скорости от меня отрываться будет, хотя я его ещё и потерять умудрился, блин. Вот, кстати, ой, ещё один перестраивается сзади. У Зера вроде всё хорошо в плане манёвренности, но вот, блин, этот фонарь с кучей перекладин реально... Ух, вообще... То есть частенько врагов теряешь, потому что вот эти перекладины и враги элементарно на фоне земли растворяются. Что меня, кстати, совершенно не радует. Вон второй жужжит где-то рядом. Видите, как он от меня отрывается. Если бы вот враг более опытный был бы и не стал бы манёвренный бой вести... О, уже кто-то сзади пристроился, второй. Настреливает. Я только из пулемётика попал разочек. Ну, видите, как Зера у нас уклоняется. Хоп, и в одно движение я буквально сбросил с хвоста противника. Ну, давай тобой тогда займусь, если ты так настаиваешь. На-ка. Очень часто под капот стрелять приходится. Так, и первый фраг. Первый як, первый фраг. Где-то второй. Блин, ну этот фонарь, конечно, с кучей перекладин. Вон хотя бы на шесть, и, в принципе, неплохой обзор открывается. Где-то жужжит. Вот ты где. Ну, я сейчас крутанусь. Даже без закрылок. Какой смысл в нём закрылки выпускать? Сейчас вот немного вниз ухожу, чтобы он, по мне, не пострелял. Хотя один фиг, я бы на его месте подстрелял бы. Может, попал бы даже. Что-то нужно под капот уметь стрелять ещё. Пошёл вверх. Ну-то я уже закрылки, пожалуй, выпущу. Ну-ка. Ну вот у нас типичная ситуация начинается. Враг уже понял, что нет смысла со мной крутиться. И тупо начал улетать. И хрен я его догоню вообще. У меня ещё и пушки в крыльях расположены. У нас, кстати, на Zero две пушки... Блин, что с трекером происходит? Никто тебе объяснит? О, подчинился вроде. У нас на Zero две пушки ТИП-99 второй модификации. В принципе, очень неплохие. С хорошей баллистикой, с хорошими фугасами. У нас трассирующая лента целиком из них состоит. Ну и с боекомплектом по 100 снарядов. Поэтому на оружие тут жаловаться-то уж точно не приходится на самолёте. Ладно, давайте ещё одного противника поищем. За этим я сейчас буду полчаса летать и так и не догоню, блин. В конечном итоге. Потому что, ну... Реально, все противники от Zero могут тупо по прямой улететь. По большому факту. Или по большому счёту. Так, тут у меня самолёт малость дырявый уже. Ну, на меня противник упал сверху, проатаковал. Я увернулся и потом полетели. Каждый по своим делам, как говорится. Ничего интересного. Зато я вот Пе-2 нашёл. Летает. Нашёл его проатаковать. Конечно. Я стараюсь сильно не лезть на него. Блин. Давайте лучше по-другому сделаем. Сейчас его снизу проатакую. Внизу он стрельбы. Его, блин, пулемётов. Чё он, блин, манёвр уклонения крутит, как на истребителе? Да. Весельчак. Чувак, если так хотелось покрутиться, повертеться, надо было истребитель брать. На-ка тебе по двигателю. О, готов. Теперь можно, наверное, на посадку идти со спокойной совестью. Потому что чё-то у меня состояние моего самолёта не радует. Смотрите, прямо возле нашего филда летала эта пешка. Побомбить хотел. Наверное, наш филд. А вот я не дам. Попробуем. Мне интересно, сесть получится, блин. Я сейчас скорость гашу. Потому что высоковатая скорость у меня. Для посадки. Так чё гудит, блин, я понять не могу. Вот уряк, уряк, уряк рядом. Непонятно. Давайте вот сесть попробуем. Уряк. Отлично. Так, ну давайте покажу сейчас, как Назера от шести избавляться. Сейчас лечу, смотрю, гляжу. Где что интересное может быть. Вижу точку. Думаю проверить, кто там. Посмотрю, о, у меня шесть. И просто тяну ручку на себя и за пару секунд на 180 градусов разворачиваюсь к противнику. Да, вот весь манёвр и уклонение на Зера. Просто в вираже тянешь ручку на себя и разворачиваешься на 180 градусов за пару секунд. Причём безо всяких закрылков даже. Ну, закрылки я не использую, потому что Зера у нас и так скорости, блин, нету. А с закрылками он ещё быстрее её сливать будет. Начинаю стрелять. Чувак тут меня пропустить пытается на И-185. На самом деле он от меня элементарно по прямой мог улететь, как обычно. Как, в общем-то, большинство игроков против японской команды и действует. А он начал меня пропускать. А пропустишь ты Зера, учитывая то, что он еле-еле ползает, блин. Ты вообще какой-нибудь би-план пропускал бы. Докрутился, блин. Разобрал на запчасти. Да, весело с вами. Так, ну тут я уже заметил Б-25 советский, премиумный. Пришёл сначала аккуратно атаковать. Но потом, блин, подумал, я ж на японском самолёте. Чё аккуратно. В атаку. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ха-ха-ха. Да. Смотрите, я ещё, блин, живой после этого остался. Хотя бы в Б-25 там турельки с браунингами. Пиди, которые могут поджигать. О, упал. А я нет. А он, да, дайте-то на посадку полетим. Ну а потом я нашёл чувака на яке. Чувак на яке убился об землю, и бой закончился. Ха-ха. Я ещё второе место в команде занял. Ну и давай сейчас немного другого боя покажу. Чтобы видео уж совсем коротким не было. Поскольку тут бой довольно быстро закончился. Тут вот у нас замес. Союзники мелькают перед носом, блин. Тянусь за противником. Стреляю. Опять же под капот. И поджигаю его. Надо добить. А то помощники тут помогут, как обычно это бывает. Ха-ха-ха. Не, уже не помогут. Д. Так, ну и давайте последний фраг на сегодня оформим. Сейчас летаю в поисках цели, как обычно. Цель обнаружена. Он, видимо, меня тоже заметил. Ну и начинает сейчас петли нарезать. На самом деле, Зеро и так и сяк хорошо крутится. Лёгкий же самолёт. Только закрылками помогаю себе чуть-чуть. И всё. В закрылках прекрасно докручиваю за этим яком. Это единственный случай, пожалуй, в каких стоит закрылки использовать. И убираю их, когда они мне не нужны. Также его стрельбой под капот поджигаю противника. Думаю, его проводить до земли. Готов. Ну, в общем, на сегодня всё. И всем спасибо. Всем до свидания.